приветствую всех на канале века пешир вязание крючком и спицами сегодня мой второй отчет в совместном проекте 20 в мою пользу напоминаю что он проходит у нас с 15 августа по 15 октября ну и уже прошел месяц а у меня только второй отчет но главное в этом проекте связать сочные изделия это могут быть носочки и пинеточки следочки гольфики и прочие изделия и как минимум должно быть связано хотя бы одна готовая пара то есть 20 в мою пользу так как это мой второй отчет значит у меня уже одна готовая пара есть и я иду на больший результат за это время я связала одну пару носков одну пару пинеточек и одну пару детских носков и сегодня я покажу в этом видео все что я связала автор и организатор этого проекта наталья хомякова ее канал наталья хомякова визана генеральный спонсор который дарит подарки от интернет-магазин группа вконтакте хомяк доволен по итогу будет три приза три подарка один подарок от натальи один подарок от генерального спонсора это все будет рандомно и один подарок по результатам голосования за красивую не знаю лучшие какую-то работу которая понравится зрителям эти фотографии за которые будут потом голосовать все участницы выкладывают в альбом вконтакте и где уже можно посмотреть какие работы есть на данный момент у участниц для себя в самом начале проекта я ставила задачу связать не просто что-то а попробовать повязать сложные узоры для этого я порылась в своем облачном хранилище на google диске нашла мастер-класс переведенных носочков возможно не из какого-то журнала в общем они называются кубоит я оставлю сюда в видео картинку как они выглядят в этом мастер-классе и я связала точно такие же чем здесь новинка была для меня во-первых это если говорить в общем это мои первые взрослые носки получились они на мою ногу потому что я не ожидала какие они будут я сначала начала по самому большому набору петель вязать потом увидела что не слишком огромное и взяла самый маленький набор и оказалось что он как раз на меня здесь были из особенности узора протяжки были обернутые петли первый раз я так усиленно следила за узором носков но в принципе очень хорошо получилось все ряд начинался с резиночки небольшой манжеты где были лицевые и изнаночные затем на голенище пошел узор узор ажурный но из-за того что я к белой пряжи добавила еще цветную пряжу прям так этот ажур не сильно виден скажем пятка у меня была впервые не бабушкина пятка формировалась укрученными рядами вязанием с поворотом работы первую пятку когда я сделала я ее перевязал то есть распустилась заново а вторая пяточка уже пошла хорошо мне и в общем это было что-то новое для меня такой вид пятки ступня была провязана лицевыми петлями от поверх тот же самый узор что и на голенище мусок тоже я закрывала не так как обычно для себя в общем весь носок вся модель все новое для меня кроме резиночки верхней поэтому дальше также здесь я на видео показываю что я связала пинеточки я их называю пинетки малыш находила мастер-класс тоже где-то в интернете давно и очень прижилась эта модель у меня вязание очень тем нравится с такими завязочками в общем можно комбинировать как делать как одноцветные так вот двухцветные как у меня я делала подобные пинеточки с бантиками в общем универсальные мякиши мякиши малыши также я в своем последнем отчете в предыдущем совместном проекте свяжу себе пару показывала что я начала вязать носки белые с жаккардом красные такие птички галочки по итогу не совсем понравилось мне как раз что получилось лишь слишком белого было и я все это дело распустила и связала обычные такие полосатики носки красно-белые которые вот чуть маловаты на четыре года ну примерно да где-то на 30 28 размер подходит подходит и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... 10% кашемир, 30% вискоза и 20% ПА. ПА, по-моему, полиакрил. В общем, акрил. Такая тоненькая ниточка. Ее было на бобинке очень мало. Тут я уже ее провязала. И мне вот как раз буквально хватило на подмод, на вот эту пару носков. И все, на этом бобинка закончилась. То есть, прям, видимо, ждала, когда я буду вязать эту пару носков. И носки получились не такие белые. Прям видно, как глаз видит цвет, белый цвет, когда рядом есть какой-то еще другой цвет. Вот белый цвет с таким бордовым. И внешне, в общем, когда мы смотрим на эти носки, они такого серого цвета с бордовой ниткой. То есть, белый немного размазался, так скажем, в палитре. Но, в принципе, все получилось очень аккуратно и красиво. Не знаю, где бы я еще могла применить эти остатки. Ну, и на этом мой отчет будет завершен пока. Через неделю ждем еще новый отчет, новое продвижение. Так как проект еще не закончен, мы продолжаем вязать. Всем пока, пока, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok